Всем привет дорогие друзья! Сегодня я выиграл машинку Aston Martin Vulcan в гонке Pro Racing. Это последняя гонка с принцем на трех разных транспортах. Ну что ж, давайте начнем и посмотрим как это все было. Небольшой советик вам. На эту гонку берите машинку, у которой будет хорошее ускорение. У меня тачка не полностью прокачанная, но по ускорению она шикарная. Вам будет проще выходить из поворотов, быстро набрать скорость. Эту трассу я перепроходил раза три, наверное точно. Первый раз я подбирал тачку для вот именно первой гонки. Скажу сразу, здесь будет гонка следующая на катере, потом меняется машинка на болид, на Формулу-1. И вот жопа у меня была, когда я пересел на катер. У меня катер, во-первых, не прокачанный, я кроме гонок здесь больше ни во что не играл. Вот так, ради фана, может быть, летал, там знаете, в свободном режиме. А так в основном гонки, гонки, гонки. Вот, я три раза где-то пробовал и три раза фейлил, тупо фейлил. Там, кстати, есть баг, я вам потом его покажу с катером. Там надо, блин, аккуратненько вам будет проезжать. Вот, смотрите, вот видите, вот повороты сразу быстро скорость набирает. То есть, я пробовал на Феррари, еще на какой-то там тачке, не помню, тоже для рейсингов таких, ну, все они там хреновый результат показывали. А вот Ламборгини вообще отлично показала результаты, как бы я ее выбрал. И вот очень-очень, ну, этот принц, да, соперник наш, отстает даже так вот, нехило отстает. Тут главное здесь не качество, как пройти, а именно по факту можете врезаться вот в эти заборы. Главное, чтобы вы быстро-быстро прошли вот первый момент, этот отрезок. Если у вас, как и у меня, катер не прокачан, потому что там дальше будет жопа. Он вас обгонит, ну, и, сами понимаете, придется гонку заново перепроходить. Мало того, что у меня этот катер не вкачан, да, ну, лодка эта, так она еще, блин, неповоротливая. То есть, я посмотрел по прокачке, она у меня вообще жесть там. Там, она только выруливает за счет своей максималки, да. И вот здесь вот главное не зафейлить вам, ехать. Пусть даже вот скорость не будете здесь на всю подымать. Лучше аккуратно, потому что каждый раз, когда вы будете врезаться во что-то, даже слегка, у вас будет переспавниваться, ну, вот смотрите, хоп, вот о чем я и говорил. Вот это вот, но это еще не главное. Здесь есть такой бак, вот я не помню, где он мне попадется, сейчас или не попадется. Но в предыдущем раз, короче, когда будете ехать через трамплин, то лучше трамплины здесь не наезжайте, а просто их объезжайте. Вот сейчас будет трамплин, по-моему, где-то здесь, да. Его лучше объехать, потому что такой бак получается, что ты тупо зависаешь в воздухе, и твой катер, ну, все, ничего не можешь сделать, ну, просто у тебя висит в воздухе, бля. Естественно, тебя обгоняет противник, а там дальше, ну, сами понимаете, перезапуск гонки. Вот такая вот херня происходит. Я не знаю, я об этом написал разработчикам, ну, пофиксит они это или нет, черт его знает, там будет дальше видно. Вот, кстати, после трамплина, да, вот даже без трамплина, вот здесь вот где-то я буду тоже ехать сейчас. Сейчас вот такой будет бак, я вот скорость сбрасываю специально. Потому что катер начинает почему-то, ну, блядь, как будто виснуть над водой. Во, видите? Вроде бы он, ну, как бы дрифтует по воде, но в самом деле это фигня все, блин. Это именно бак тут такой. То есть дальше, если у тебя катер задерет перед, да, он просто тупо у тебя зависает в воздухе и его сносит в левую или в правую сторону, там, без разницы, пока ты не ударишься, там, об камни, короче, и все. То есть управления у тебя там не будет никакого, так что будьте аккуратны. То есть я три раза проехал, три раза, блин, и я попал с этим багом. Вот единственный раз, что я сейчас просто специально в скорость бросил. Болит, кстати, у меня это тоже до конца не прокачан. Да вообще там не до конца, там даже до половины он не вкачан. Я только прошел гонки, там все на первом уровне, то есть самые легкие там, естественно, давали, ну, скажем, такие детальки, самые простецкие, зелененькие, да, там, коробочки выпадали с них. Естественно, нифига толкового не выпало. Вот, и низкоуровневая. Так что здесь будет все зависеть от вашего скилла, скажем так. Кстати, по сравнению с Xbox, я вот смотрел, да, вот ребята проходят на Xbox, у них вся та же самая трасса, да, но только здесь у них почему-то, блядь, снега нет. На дороге, я имею в виду. Вокруг, да, снег есть, а здесь вот на дороге нет снега. Им, конечно, проще, а тут ты еще едешь, блин, начинаешь рассматриваться, ну, главное, чтобы поворот не пропустить, потому что у меня здесь было такое, тупо фейлился и вылетал, блядь. Тут деревья вырезался, как бы забор здесь сбивается. Я сначала не знал, что он сбивается, думаю, сейчас, ну, ладно, забор врежусь, думаю, фиг с ним, да, там, откинет меня, немного скоростью пойдет. Да, нет, нифига. Заборы здесь все сносятся, так что будете тоже здесь аккуратны. Ну, в принципе, оно видно, я еду, да, заранее даже притормажу, потому что, ну, нафиг, уже было такое. Вроде до финиша остается там немного доехать, блядь. Меня просто тупо сносит и, естественно, меня соперник обгоняет. Ну, такое. Ну, а если вы, ребят, все вкачали, да, у вас там уже все вкачаны, тачки, то, блин, вы на эти гонки на изи пройдете, там, то есть, тачку эту выиграете. Здесь нет уровня сложности, то есть, они есть, по факту, уровни сложности здесь есть, но нужно пройти просто на самом минимальном. Просто одолеть этого соперника и все. И тачка ваша. Машинку, кстати, получать будете в штабе. Как бы я показывать не буду, наверное, где ее получать. По карте там будет видно, где гонки про рейсинг. Туда перемещайтесь и подходите к вулкану. И все, и забирайте свою машинку. Ну, вот и долгожданный финиш. Финишная прямая, как говорится. За гонку, кстати, вы получите немного, но гонка того стоит. Все-таки машину выиграете. Вот и победили шоколадного принца. Тачка наша, отлично. Гонка, конечно, непростая, но она того стоит. Я как бы специально все задания не проходил, а переключился сразу на про рейсинг миссии, чтобы выбить эту тачку. Так, добрался я за 6 минут 14 секунд. Не знаю, хорошее это или плохое время. Но это не столь важно. Главное, что я победил и выиграл машину. Вот, отлично. Уникальный тест получен. Точнее, вы его получите в штабе. Ну, на этом все, ребят. Всего хорошего. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok